Всем привет! Сегодня хотел бы сказать пару слов на тему такого тоже частого вопроса, который возникает на форумах и не только. Это должен ли уметь играть учитель по гитаре сам или не должен? Ну, на мой взгляд, вопрос абсолютно дикий, потому что ответ на него да. Без вопросов должен уметь играть, но, тем не менее, вот такой точки зрения есть тоже противники, которые прям с пены у рта бьются, что нет, не обязательно, потому что можно научить, там, не знаю, залазить на турник и делать трюки, сам при этом не залазить на него и так далее. Ну, на самом деле, гитара, это, по-моему, совершенно другая сфера, где все строится на подражании и на объяснении нюансов. То есть, допустим, пришел ученик и сыграл какую-нибудь там пару квинт вот так вот. Я ему говорю, нет, смотри, это неправильно, должно быть таким образом. Все, вот есть конкретно два примера, пример А, пример Б. Теперь нужно построить четкую систему критериев, по которым они отличаются. То есть, допустим, он сыграл, здесь он прожевал, потому что руки не было разгона. Здесь он, допустим, не вовремя зажал, здесь он, когда пошел на эту квинту, он здесь зашуршал и так далее. Ну, там будет примерно 7-10 разных нюансов, которые надо разбирать, объяснять, как они отличаются, и в итоге он придет к тому, то, что нужно. Как это можно объяснить, не умея сделать сам это, ну, только по принципу, типа, лезь на YouTube, найди кого-нибудь крутого и послушай, как должно быть, а в чем-то суть урока. То есть, получается, ну, как видите, это полный маразм. То же самое, допустим, если я скажу человеку сыграть здесь вот так вот полуфлажолетами, в Дуке Сатриале, например. Если я сам их не умею делать, как я буду объяснять? Ну, скажу, типа, ну, это как у Сатриани, вот так вот послушай, там, ну, постарайся понять. То есть, опять же, что это за херня? Это не урок, а какой-то бред. То есть, естественно, есть преподаватели, которые просто заваливают человека табами, типа, на вот тебе табы, на вот учи, учи, на вот тебе, там, гитар-про, разбирай, в следующий раз покажешь, и человек показывает, и учитель говорит, ну, что-то, блин, не то, здесь не очень круто, здесь еще поработай. То есть, ну, как бы, вот так выглядит урок. По-моему, это абсолютная муть. То есть, естественно, учитель должен объяснить каждый нюанс, потому что здесь магии нет, здесь, по сути, все какие-то там, не знаю, допустим, рассинхрон, да? Человек сыграл, все, вот у нас получилась возня, и нужно показать, смотри, у тебя получилось так, а нужно, чтобы ноты были собранные, четкие и так далее. То есть, почему это происходит? Опять же, это сложная работа, и в правой руке, и в левой, зависит и от места, где рука играет, и как медиатор держится, и от ощущений куча вещей. То есть, поэтому, опять же, учитель показывает разницу, херовый вариант, нормальный вариант, и объясняет именно все пункты, по которым эти варианты отличаются, и все ощущения, которые должны быть в руках, потому что иначе, что это, опять же, если человек не может сам показать, он просто будет говорить, как-то не очень круто у тебя, сделай, чтобы покруче. То есть, ну, это, опять же, это не урок, а это просто какой-то бессмысленный развод. Вот то, что я думаю на эту тему. Пишите комментарии, и до связи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok